всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня немножечко запозданием но я хочу сделать расклад на тему прогноз на зиму на следующий год я не буду делать прогнозы на каждый месяц оставлю только прогнозы по временам года вот и нечто аналогичное я сделаю и сегодня прогноз на зиму до что вам приготовила зима выбирайте позиции голубой красный и зеленый камешек 1 2 и 3 позиция а мы с вами давайте приступим так отодвинем эти камешки сторонки позиция номер один голубенький камешек так благовония наши здесь пахнет 7 карт 7 карт я наверно сразу выложу и буду постепенно их трактовать так 7 вопросов 7 карт так значит 56 чтобы поместилось 7 карт и 7 и так первый вопрос общая энергия зимы умеренность так тогда повыше подниму умеренность энергия такая знаете мягкая спокойная гармоничная будет ощущение того что внешне возможно ничего и не происходит но это только внешне видимость ситуации потому что аркан умеренности это все-таки внутреннее состояние этот аркан говорит про изменение про трансформации которые происходят внутри нас правда они происходят очень медленно есть при внешнем таком нейтральном состоянии когда ничего не происходит внутри нас все же идут перемены состояние будет достаточно гармонично и спокойно и ровно и это уже хорошо да потому что не будет вот каких-то эмоциональных всплесков не будет ничего такого внезапного неожиданного по крайней мере энергия нам это не показывают если присутствует какая-то болезнь да если у вас была какая-то болезнь то зимой у нас будет выздоровление что-то не разгорается я извиняюсь никак не разгорится моя боговония зимой будет исцеление так давайте еще посмотрим ну вот принципе и второй аркан умеренности все будет проистекать знаете в режиме достаточно комфортно я не чувствую здесь энергии того что что-то вас будет раздражает что может быть процессы происходят медленно мне кажется здесь будет все так достаточно спокойно и гармонично не будет как минимум эмоциональных качель на что тоже немаловажно так хорошо следующий вопрос ваш ваш настрой на зиму ваш настрой на зиму до десятка педагоги карта такая достаточно семейная уютная вот видимо знаете время года все-таки сказывается что нет активности как летом до что в силу погодных каких-то изменений может быть да не будет желание выходить из дома и будет вот это вот желание как-то побыть в теплоте в уюте в комфорте когда ну не надо надевать на себя кучу одежды для того чтобы выйти в мороз вот ну все же если у кого-то не будет так холодно зимой я могу сказать что вас настрой он такой достаточно фундамент фундаментальный и он будет направлен именно на семейные какие-то ценности возможно вы будете задумываться о заработке да как можно больше заработать где можно найти новые какие-то источники вот вас будет беспокоить семья близкие родители на старшее поколение да возможно вас будет беспокоить ваши дети но в общем этот аркан говорит о том что настрой ваш на на эту зиму да он будет заделом на семью возможно это будет и задумываться о том что пришло время выстроить какие-то семейные отношения как-то соединиться с семьей если вы находитесь на расстоянии то есть вот здесь какие-то ценности вопросы ценности тоже могут всплывать семейные какие-то традиции тоже могут всплывать ну-ка давайте еще уточню ну да здесь возможно проблемы были какие-то кризисы которые заставили вас либо заставит вас пересмотреть понятия именно семьи и финансов возможно кто-то задумается за делом на будущее да как вот выстроить например какую-то свою финансовую систему таким образом да чтобы на будущее вам было более комфортно либо вот здесь какое-то задело на будущее идет но это не не разовое что-то это именно фундаментальное возможно здесь кризисы связанные семьей тоже могут случиться да то есть если особенно у вас есть взрослые прям ну такие старые родители слова старыми не нравится ночи взрослые зрелые такие родители да здесь может быть вопросы со здоровьем тоже как-то могут подкосить я не вижу чтобы что-то прям такое сложное вот либо опасное для жизни но вот все-таки пятерка пентаклей говорит о сложных ситуациях на кризисы но смотрите зима она дана нам для трансформации по аркану умеренности это трансформация она будет медленная то есть если здесь что-то и будет если надо как-то очистить ваши семейные отношения семейные не обязательно только с родителями это может быть ваша семья либо ту которую вы хотите построить если у вас нет то есть вот как-то вот акцент больше на это идет на причастность к чему-то большего то есть в плане семьи мы можем здесь даже подразумевать и некое сообщество до которому либо какая-то группа людей которым вы относитесь но при этом есть вот это вот ощущение близости да то есть люди мне близки как семья моя родная то есть они могут быть не моими там биологическими там родителями либо родственниками по крови да но ощущение вот именно близости здесь здесь будет какие-то кризисные моменты давайте сразу уточню для чего они даны стойкость аркан силы прошу прощения стойкость для того чтобы вы преодолели здесь знаете здесь трансформация она будет дана для того чтобы вы что-то увидели пересмотрели в своей жизни вот эти вот ценности и вышли из них намного сильнее но не с целью как-то себя поменять а здесь знаете здесь как будто бы ощущение вот это вот внутренние перемены и паркану стойкости говорит о том что вы приобретаете внутренний какой-то стержень то есть здесь задача если мы посмотрим на эту башню уже по-моему где-то говорила да она разрушена но ее задача вот у этой женщины не чтобы разрушить эту башню а наоборот поддержать чтобы ее сохранить причем если мы посмотрим на взгляд этой женщины он очень такой спокойный умеренный напоминающий как раз таки аркан умеренности да то есть здесь идет это не аркан силы это его альтернатива благодетель говорящая как раз таки о том что именно вот этого льва опять-таки если я принесу поближе к аркану вы увидите он привязан на веревочке на тонкой то есть она его даже не держит то здесь вот это украшение этого льва этих страхов этих трудностей сложности вашей жизни они даются этому человеку легко без применения силы потому что человек нашел внутри себя вот эту вот опору вот этот внутренний стержень что невзирая на какие-то внешние факторы в дальнейшем да ваша жизнь она будет налаженной то есть это то состояние когда вы чувствуете себя знаете как уверенным человеком несмотря на какие-то трудности которые с которыми будете сталкиваться в дальнейшем вас как будто бы ничего не будет затрагивать то есть вам нужно плести этот стержень и это стержень вы обретаете через какие-то ценности в том числе и семейные если ранее вы обретали себя и свою целостность там я не знаю через эмоциональный какой-то фонда либо через как-то через социум то здесь вот как раз таки идет возврат каким-то семейным ценностям возможно смесь здесь для вас будет играть какую-то очень очень важную роль этой зимой потом не отпишитесь если захотите так следующий вопрос на что нужно обратить особое внимание этой зимой на что нужно обратить внимание этой зимой семерка педаклей да вот опять-таки время до вопрос времени медлительности на то что возможно вы долгое время откладывали либо посмотреть свои убеждения касательно времени почему вы не действуете либо почему где-то какие-то моменты идут не так быстро как вы хотите то есть в чем там корень до проблемы может быть его чего-то убегаете то есть вопрос времени когда нужно подождать до когда вы как-то вот бездействуете вот на это нужно обратить внимание причем как плюс так и в минус то есть каких-то моментах возможно вы бездействуете ну то есть как-то вот ситуацию пустили на самотек а возможно нужно ее как-то рассмотреть и начать более активно действовать это с одной стороны здесь может быть как в минус почему вы не действовали и начать действовать а есть и какие-то моменты когда вам говорят что надо подождать да то есть не надо торопиться всему свое время то есть двояко может быть давайте уточним на что нужно обратить особое внимание вот еще одна семерочка да как раз таки говорящая семерку кубков говорящая о выборе то есть возможно вам нужно обратить внимание что в долгое время что-то не выбираете не определяетесь то есть вот вот это вот сила до общая энергия стойкости обретения и кризисы возможно они связаны с тем что вы как будто бы вам не хватает решительности и здесь арканы не призывает тому что надо сразу действовать а надо посмотреть что какое убеждение вас останавливает от того чтобы вы стали более решительным человеком до что вы принимали на себя ответственность за свою жизнь за какие-то моменты и начинали действовать семерка кубков говорит о большом выборе я я не могу я не могу определиться большой выбор с чем это может быть связано если мы возьмем опять-таки семейные какие-то ценности да что-то вас возможно не удовлетворяет своем партнере и бывают такие мысли что а возможно где-то там на стороне да есть человек с которым не было бы хорошо может быть не бросить вот этого своего партнера ну вот и принять решение там разойтись либо еще что-то расстаться и найти кого-то другого здесь вот как раз таки зима будет дана для того чтобы вы пересмотрели а действительно ли ли это так действительно а вот то что с вами сейчас происходит да это причина того чтобы как-то вот посмотрели на сторону да то есть когда вся эта ситуация начиналась она вас в принципе удовлетворяла что пошло не так да то здесь вот вопрос именно разобраться есть какие-то моменты иллюзорны по семерке кубков которые говорят о том что вы как будто бы не видите реальность такой какая она есть либо вы ее при украшиваете здесь возможно также сценарии могут проходить того что вы вообще по жизни человек который любит при украшивать то есть вам не нравится реальность такая какая она есть вот и вы ее при украшиваете либо вы такой человек который бесконечно опять-таки вопросы ценности да то что мы говорили считаете что вот там где-то в другом месте трава зеленее где-то люди лучше да либо вот как-то вот в будущем будет все лучше то есть не цените момент здесь и сейчас то есть вы как будто бы не замечаете этого и возможно вам нужно обратить внимание как раз таки на эти моменты либо вы очень долго медлите и фантазируете мечтаете о том что будет в будущем она так и не происходит потому что время проходит но то по сути будущего не да есть только момент здесь и сейчас либо здесь может быть то что вы как-то ищете что-то вне себя и при этом не находите почему потому что вы четко не понимаете не осознаете а что вы конкретно ищите и что а нужно ли она вам вообще то что вот вы ищите может быть у вас уже есть то что вы предполагаете что вам это нужно здесь немножечко такие философские моменты но не забываем что все-таки аркан умеренности выпал первый вот когда человек ищет золотую середину здесь больше акцент будет на созидание я бы так сказала да на размышления на переоценку каких-то своих ценностей зимой следующий вопрос какие позитивные моменты вас порадуют какие позитивные моменты вас порадуют шестерка мечей дорога возможно до какое-то передвижение причем коли здесь река нарисована до водные возможно какие-то передвижения либо желание двигаться вперед а то есть это желание вперед а но желание каких-то перемен готовность к переменам либо здесь могут порадовать вас обучение да если либо вы найдете наставника для кого это важно либо какая-то переписка здесь тоже может быть выпадает император я говорю какой-то семейный здесь вопрос всплывают у нас зимой опять-таки если мы говорим про самопознание до что нас может порадовать зимой император то есть мы придем как раз таки к пониманию ответственности о которой я говорила до к осознанию себя что я в принципе могу избавиться от всех страхов до после того как я пересмотрю что же меня останавливают найду выведу вот эти вот вторичные выгоды до все кризисы которые приводят меня кризисным ситуациям вот и открою для себя какие-то новые горизонты которые захочу пойти либо если это не касается вопроса самопознания то это могут быть как раз таки если говорить о белтовой какой-то до жизни поездки с каким-то мужчиной да это может быть человек старше вас очень важной значимой вашей жизни до мужская какая-то фигура это может быть вас муж если вы замужем либо это может быть человек для кого важно да вот некое такое знакомство с мужчиной либо какие-то просто поездки с человеком до с которым вам интересно как прямом смысле так и в метафорическом возможно вы найдете для себя такого серьезного наставника до который поможет вам посмотреть на жизнь до как-то по-другому научиться жить в моменте здесь и сейчас как раз таки то есть император у нас говорит про стабильность он говорит про момент здесь и сейчас именно про фундаментальность либо наоборот появление здесь желание того что вот я хочу выстроить то что я говорил по десятке педагли выстроить здесь вот этот вот свой фундамент до найти внутреннюю опору внутренние стержень и уже исходя из этого двигаться вперед более уверенно по жизни еще какие позитивные моменты вас могут порадовать ну вот движение опять восьмерка кубков говорит о том что что-то мы оставляем такое ценное важное значимое в нашей жизни потому что понимаем осознаем что дальнейшего развития до нам необходимо двигаться вперед при этом не зная куда конкретно мы двигаемся ну здесь здесь вот арканы дороги пути выходит до рыцарь кубков то есть мы идем по зову своей собственной душе души то есть вот вас как как куда-то будет манить ваша душа то есть если она будет вас манить да идите туда вот хочется так сказать так а что может вас огорчить вперед что может вас огорчить аркан повешенного да ну вот опять таки что нас может огорчить то что в принципе ничего и не не раз не развивается так быстро как хотелось бы да какая-то вот зависшая ситуация ну вот и на повторе у нас вышла семерка педагли что знаете вы как будто бы не получаете видно видно что вы как будто бы не получаете тех того результата на который вы рассчитывали либо вы как будто бы отдаете очень много а взамен не видеться той обратной связи который отели бы да то есть вот как будто бы очень много вложили а до результата еще не дошли кстати это и может привести вас кризису здесь вот пятерка педагли она тоже говорит о том что есть какое-то неравенство когда один человек например вкладывается намного больше чем другой но это это ваш выбор да это вы так решили что не знает какая-то ситуация либо какой-то человек что вы готовы отдавать то здесь вот присутствует какое-то неравенство вот если вы так решили да то не факт что другой человек в которую возможно вы вкладываетесь либо ситуация сами решат на равных тоже вам отдавать то что вы хотели бы что еще вас может огорчить по аркану повешено но здесь вы просто какое-то застойное состояние иногда такое знаете вот как будто бы ощущение что мной пользуется вот какое-то здесь не очень приятное вот это вот чувство жертвенности я бы сказала знаете это не то что здесь что-то такое трагическое да может быть либо слишком серьезно а это бывает иногда когда наши энергии вибрации падают у нас начинается такое вот знаете состояние появляется состояние жалости к самому себе а либо там месяц на делаете какой-то анализ а рассмотр своего прошлого пересмотр может быть своего прошлого и замечаете что вот как-то что-то я много вложилась в этого человека например а от него отдачи никакой и восстановиться жалко себя да вот здесь вот такие моменты могут быть это просто потому что падает наша энергия вот вам нужно научиться поднимать эту энергию да не скатываться в эту энергию потому что через такие энергии у вас начинаются кризисы всегда это приводит к внутренним каким-то состоянием нищеты и обесценивание и вам нужно если у вас такое бывает да в этот момент немножечко разобраться почему я вхожу в это состояние какая вторичная выгода у меня есть от него да почему я сама себя обесцениваю то есть не то что это кто-то делает это ваше восприятие почему вы воспринимаете именно так себя следующий вопрос чего вам нужно избегать девятка-девятка жезлов говорит о том что карта говорит сама за себя да избегаете оглядки в прошлое да либо какого-то возврата возможно в прошлого то есть знаете всегда смотрите с вперед не то что у вас было да то что она была в прошлом вы это изменить не можете но поможете сделать и выводы но выводы как правило мы делаем один раз на то есть мы пересмотрели ситуацию сделали какие-то выводы держим при себе выводы а ситуацию отпускаем а вот здесь вот такое ощущение да что вот вы когда у вас будет начинаться вот эти вот моменты которые вас огорчают они как раз таки но включает вот этот вот момент самобичевания и вам вам не нужно смотреть именно в прошлое то есть то как было в прошлом да можно быть внимательным можно быть не то чтобы настороженным да но как то вот учиться через свои ошибки но чтобы научиться через свои ошибки нужно сделать правильные выводы из прошлого и и все и закрыть да то есть нужно научиться закрывать прошлое не возвращаться к нему вновь и вновь то здесь такое ощущение же у вас же здесь настроен на то что позитивное что мы идем в будущее мы идем вперед а как мы пойдем вперед если мы оглядываемся например в просто то есть 10 человек вот он смотрит на зеркальное отражение смотрят в левую сторону и то есть он смотрит в прошлое вот как я могу двигаться вперед тело движется вперед когда голова смотрит назад конечно больше пытаться здесь нужно развернуться и посмотреть вперед на картинка очень ярко описывает причем собака до верный друг она как раз таки смотрит и в будущее да то есть какая-то ваш внутренний голос да возможно совесть она ведет вас в будущее вперед а вы почему-то все время оглядываясь оглядываясь на прошлое да вот она вас как будто бы останавливает от будущего то есть прошлый какой-то опыт он не дает вам он забирает у вас вот эти силы потому что вы начинаете сами себя обесценивать заниматься самобичеванием и не дает вам возможности двигаться вперед вот это вот вам нужно избегать и последний аркан к чему вам нужно стремиться аркан шута к чему нужно стремиться все время стремиться к чему-то новому да да знаете даже к чему-то такому неожиданному внезапному здесь вам нужно идти туда где в принципе вам бывает очень страшно и дискомфортно как-то вот преодолевать этот страх почему потому что у шута нету страха у него полная уверенность что все будет хорошо да что меня ведут что есть вот это вот внутренний голос который меня ведет и здесь есть полное доверие вселенной пространству что обо мне позаботиться и все будет хорошо с одной стороны это кажется как-то наивно а с другой стороны как говорится дуракам море по колено вот здесь именно про это вам вам не хватает состояния как бы так сказать здесь с одной стороны уверенности но уверенности не потому что я знаю себя хорошо а наоборот здесь не хватает вот какого-то доверия жизни вообще что независимо от того что со мной произойдет как бы я это оценивал позитивное негативное это это все прописано и мне это нужно мне для моего развития и поэтому я с легкостью это принимаю то есть по сути к чему нужно стремиться более легкому восприятию жизни легкое это не значит какое-то глупое что ли а это говорит о том что не нужно так сильно залипать в свои эмоции не случайно опять-таки вернусь скажу что наш начальный аркан аркан умеренности говорит как раз таки про спокойствие про отсутствие эмоциональных качелей да то есть когда я научился управлять своими эмоциями когда я понимаю их причину после каких мыслей возникают те или иные переживания и вот когда вы научитесь отслеживать и замечать после каких мыслей у вас появляются какие эмоции то вам легче будет своей голове изменять вот эти вот свои настройки до мысли убеждения и это и будет способствовать как краски более легкому отношению вот такой вот у меня был расклад мне кажется все таки ваша зима на какая-то такая домашняя вот больше домашняя и не вижу какой-то особой активности ну посмотрим если вспомните напишите потом этому раскладу обратная связь как и что у вас отыгралась так это у нас была с вами первая позиция так сторонку я ее отложу а мы с вами переходим позиции номер два красненькому камешку так двоечки переходим к вам напоминаю что под любым моим роликом и ссылкам мои услуги переходите по ней и смотрите какие у меня есть услуги можете обращаться так 7 карт 7 карт нам надо потому что мы с вами вам осматривать 7 вопросов 35 шесть и еще один аркан 7 так и так приступаем вопрос номер один общая энергия зимы так смотрим ту же зла да то есть в отличие от первые позиции здесь вы будете полны энергии желание амбиции огня какие-то новые идеи у вас возможно нам появится какая-то такая жизненная энергия в том числе и сексуальная общая энергия то есть желание 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 выйти из какого-то лабиринта да то есть что-то вы здесь ищите и у вас будут какие-то идеи по поводу того как можно выйти из этой запутанной ситуации с какой-то мутные непонятной неопределенной тайной будут какие-то подсказки будут импульсы даны на это что еще общая энергия зимы верховная жрица говорит о том что вы найдете выйти ответы как-то внутри себя либо с помощью высших сил либо здесь может быть знаете очень ярко выражена женская какая-то энергия да интуиция будет давать вам подсказки то есть лабиринт это аналог аркана луны и верховная жрица у нас тоже говорит про интуицию здесь вот про интуицию и женские какие-то качества о чем здесь о чем десятка кубков да это то что хотим как какой-то радости до хотим счастья наслаждения удовольствия успеха в принципе энергии такие знаете двоякие я бы сказала да с одной стороны есть много желания есть эмоции есть переживания но вот как будто бы такое ощущение что еще не время да это очень похоже на зимнюю спячку когда медведь там я не знаю спит и видят какие-то очень яркие активные сны а то что летом он собирает мед я не знаю как-то ведет какую-то активность но при этом он находится в спячке в какой-то пассивности потому что еще не время то здесь возможно будут какие-то ну я не знаю мечты фантазии либо у вас будет какое-то внутреннее такое ощущение как предвкушение что очень скоро очень рядом очень близко будут какие-то новые начинания вот вы их как-то жаждете но здесь не просто о том что вот вы мечтаете а вы это ощущаете то есть эти состояния это знаете когда что-то начинаешь вспоминать не знаю какой-то праздник какое-то веселье было вашей жизни да которая вас очень сильно наполняла эмоционально очень много радости было счастье в этом в этом дне и вот вспоминая его да то есть день уже прошел а вас заново начинает это все кипеть заново вы начинаете радоваться у вас появляется улыбка на лице то есть вроде бы его и нету уже но состояние осталось и она у вас включается вот здесь вот нечто а такое будет происходить так смотрим следующий вопрос ваш настрой на зиму король пендаклей ну смотрите здесь тоже в принципе либо речь идет о зарабатывании денег до либо касается какой-то конкретной мужской фигуры какого-то мужчины на то есть вы будете настроены возможно на стабильные какие-то взаимоотношения то есть для вас важны либо ваш настрой на зиму он будет больше с акцентирована на какой-то заботе да на земных благах то есть это может быть как финансы так и элементарно там я не знаю какой-то уют забота по дому хотя в принципе сейчас не время закручивать да что-то на зиму а наоборот открывать но вот здесь вот как как какой-то какая-то активность но вот именно по дому не знаю как к празднику сори как празднику как будто бы готовитесь далее то есть вот такая суета но она приятная здесь очень много заботы очень много заботы о чем вы будете заботиться но вот видите опять-таки о движении возможно куда-то захотите поехать но здесь активность идет здесь как-то вот все сочетается с одной стороны есть движение да и я его вижу но я не вижу чтобы она была таким очень ярким проявленным чтобы допустим вот прям только дороги дороги были всю зиму нет а здесь вот какой-то такие небольшие недалекие небольшие расстояние недалекие какие-то поездки именно в гости например но это вот очень так как-то почему-то мне идет масленица не знаю может на масленицу захотите куда-то пойти поехать как-то вот провести время и вот будет вот это вот суета в приготовлении еды как-то организации какого-то места то есть вот здесь что-то такое идет какой еще ваш настрой ну настрой вот как раз таки на взаимодействие с другими людьми на что-то сообща построить либо вот на на зарабатывание денег все зависит от вашего от вашей ситуации так смотрим следующий вопрос на что нужно обратить особое внимание так сейчас на что нужно обратить особое внимание двух не перевернула на двойственную какую-то ситуацию либо на возможно вашу неуверенность чем будет связано вот это вот ваша неуверенность ну с чувствами да то есть с эмоциями эмоции что здесь не так с этими эмоциями но вы будете закрываться вы будете закрываться и будете нацелены как-то на на работу так либо вы как-то вот не выбираете да почему-то как-то личную жизнь не выбираете этой зимой вот здесь больше акцент идет как-то знаете даже на яркость жизни я бы так сказал то есть здесь даже может быть и не совсем про партнеры если речь идет про партнера тоже того с которым вы как-то уже знакомы взаимодействуете здесь не про нового либо это может быть ваша коллега по работе да то есть которым есть какие-то обязательства ну скорее всего профессиональные сферы либо здесь нужно как-то знаете вот все ваше внимание она идет на на работу вы закрываетесь от от любви хочется сказать да если не от любви то от любых таких переживаний которые будут выбивать вас из вашего баланса поэтому вы как будто бы здесь знаете вошли в это состояние равновесия вам в нем хорошо и вы не хотите там как-то сейчас во что-то вкладываться во что-то в данном случае в вашу как-то личную жизнь поэтому для вас важно обратите внимание что сейчас период когда не нужно ничего выбирать на не нужно ничего решать а вот возможно как раз ки самое идеальное время для того чтобы быть в балансе и гармонии но это когда вам хорошо да когда вот все уже сложилось так как сложилось и вы как-то уже привыкли адаптировались к этому состоянию то есть зима как будто бы не дана для перемен вам не нужно вам хорошо вот в том состоянии в котором вы находитесь сейчас какие позитивные моменты вас порадуют какие позитивные моменты вас порадуют ну вот смотрите опять двойку нас выпадает позитивные моменты то что вы будете видеть горизонты я не вижу здесь выбора ведь в самый первый аркан у нас вышел как раз таки ту же заговорящие о возможности да какие-то вот предложения возможно идеи у вас будут вы это будете видеть но сказать что вы зимой как так что-то решаете принимаете делаете какой-то выбор нет но позитивное то что вы уже начали видеть какие-то горизонты я пока не готов не готова сделать какой-то выбор то определиться то есть возможно как-то ошибался ошибалась в прошлом да и хочу взять больше времени на подумать на размышления чтобы совершить правильный какой-то выбор но радует то что я уже достиг какого-то такого этапа либо уровня когда могу выбирать то есть такое ощущение что может быть в прошлом у вас не было вообще возможности выбора а сейчас он уже появился да то есть здесь позитивное то что вот этот вот настрой на что я могу выбирать я я могу горизонты да горизонты здесь есть что уже произошла какая-то трансформация что прошлое вы уже отпустили то есть вот в этом есть позитив что даже если вы допустим вот хотите выбрать какую-то работу для себя до либо переезд место жительства новое дата что вот прошлое вы уже как-то отпустили то есть если раньше например жалко было куда-то переезжать уезжать какого-то вместо на либо там начинать какую-то новую работу то сейчас вы уже находит в том состоянии что да в принципе уже я понимаю осознаю что меня уже ничего не держит прошлом там не работа не место не знаю не семья не еще что то то есть вы трансформацию уже прошли и вот это вот позитивная радость что вот все это прошлое уже ушло она на меня не влияет то есть это может быть даже эмоциональное какое-то состояние да то есть раньше если как-то переживали волновались за что-то как-то огорчались то сейчас вас сразу что это уже на меня не влияет да но может быть неприятно еще то есть какое-то вот остаточное явление есть но при этом я уже могу спокойно двигаться дальше то есть если допустим хочу что-то новое в своей жизни вот это вот просто она уже на меня не влияет это позитивный момент что может вас огорчить огорчить вас может ну в принципе вы сами да по восьмерке мечей огорчить может только то что пока вам не дают красный свет на на то чтобы двигаться то есть есть еще какие-то моменты мне кажется что это больше не трудности а это скорее всего в вашей голове какие-то воспоминания может быть да здесь какие-то убеждения ну то есть горизонт это вы видите но здесь что-то вас сдерживает а что вас сдерживает но вы по сути сами себя сдерживаете исключение что в принципе здесь нет ничего нету каких-то ограничений да хоть восьмерка мечей у нас говорит про ограничения но я не вижу чтобы были какие-то ограничения просто знаете здесь такое ощущение что время еще не пришло действительно иногда бывает так что ну в принципе все уже готово да уже можно действовать но как то вот не хочется вот скорее всего нету желания скорее всего нету желания и это вас может огорчать то есть возможности есть а желание что-то делать нет если еще что то что может вас огорчать ну вот разбитое сердце но в принципе я уже сказала что по аркану смерти вы это отпустили не знаю иногда просто вы по какой-то причине вспоминаете как вам было когда-то больно мы как-то сами себя к своими воспоминаниями можете огорчать так что вам нужно избегать а туз пиндакли интересная карта в принципе она говорит о возможностях но что здесь нужно избегать девятка пиндакли знаете вот у меня такое вот ощущение все равно остается от этого расклада что нету каких-то моментов которые вас сдерживают сдерживаете вы сами себя то есть здесь такое ощущение что мне уже настолько хорошо по девятке пиндакли самим собой либо самой собой что уже как-то вот смотреть на новые перспективы я не хочу то есть здесь человек будто бы знаете достиг я не знаю после какой-то травмы после каких-то неудач восстановился и понимая что впереди он может столкнуться с какими-то повторами своего прошлого он уже туда особо не хочет идти и говорит что вот знаешь как то вот ну сейчас давай я просто побуду вот в этом состоянии таком кайфовом когда у меня все есть когда у меня есть знание у меня есть опыт у меня есть мастерство я просто наслаждаюсь да то есть девятка пиндакли это аркан холостяков которым и так в принципе в жизни все хорошо если это например касается личной жизни да зачем мне заводить какие-то взаимоотношения когда в принципе ну я могу получить все что мне нужно и при этом но не нести какую-то такую ответственность за другого человека и и здесь и почему говорится о том что нужно это избегать потому что девятка пиндаклей а она говорит о некой такой закрытости почему мы закрываемся потому что человек как будто бы не уверен в том что он сможет справиться в своем будущем с тем что у него уже было аналогичное в прошлом что вот я с этим столкнусь на и как я потом буду опять справляться а вдруг у меня опять будет так как в прошлом не я не хочу поэтому я закрываюсь то есть девятка пиндаклей все девятки у нас говорят о каких-то наших бессознательных травмах и это все-таки отголоски отшельника девятого аркана да то есть отголоски вот какой-то закрытости интровертности вот вам здесь как раз таки и говорят о том что все уже нужно да ты можешь быть самостоятельным может быть самодостаточным это хорошо и это здорово но при этом не нужно закрываться да не нужно как-то вот выстраивать заборы между собой и внешним миром то есть не закрываться от каких-то возможностей шансов да здесь вот вход в какие-то открытые врата к лучшему будущему то есть не закрывайся и вот здесь вот то что мы говорили огорчать да что вас будет огорчать здесь вот ведь тоже восьмерка мечей как человек который не видит вот именно вот этой императрицы как-то вот вы сами закрываетесь от чего-то такого позитивно от исполнения желаний от изобилия от счастливой удачной жизни но не огорчайтесь то есть это временном да мы помнишь что это все-таки прогноз на на зиму просто наслаждайтесь моментом сейчас если вам сейчас хорошо наслаждайтесь придет время и так или иначе вы выйдете в новое в те энергии которые нужно а сейчас просто радуйтесь зиме к чему вам нужно стремиться ну вот аркан суда как раз так и говорит о перерождении об обновлении но это переоценка ценности то есть очищение их перерождение оно не происходит просто так голове да то есть ему предшествуют какие-то ситуации осознание понимание что огромный цикл в моей жизни у нас здесь как раз таки аркан смерти выпадал да огромный момент этап цикл в нашей жизни он уже завершён здесь нужно вот как будто бы знаете как зима вам будет дана для того чтобы вы увидели здесь не надо каких-то действий да что-то совершает там разрывать отношения либо еще что-то нет а здесь вам нужно увидеть что вот вы как будто бы уже изменились здесь уже перемена произошла надо это увидеть и увидеть каким вы стали человеком да к чему вас это привело и а вот как-то здесь это подвести черту нужно подвести вот этот вот итог того кем вы были и кем вы стали и по весне как вы пойдете абсолютно новые в новую вот свою жизнь но уже другим человеком то здесь нужно стремиться к подытоживанию какому туда и очень важно аркан суда у нас говорит о возвращении прошлого не знаю может быть что-то утратили в прошлом и это вернется особенно если вы как-то что-то потеряли либо что-то забыли да то есть вот здесь идут какие-то возвраты вам нужно быть очень внимательным не впадать заново потому что если вы к этому вернетесь у вас займет опять-таки огромный цикл там десять-двадцать лет очень большой цикл по аркану суду идут 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 не не возвращаетесь туда откуда вы ушли вспоминайте причину почему вы ушли да то есть не надо возвращаться в прошлое здесь вот как будто бы не знаю как это вот итог мне говорят как-то подытожить зимой вам нужно будет все подытожить как-то вот подготовить не знаю как осенью например подготавливаем зиме там соленья там закручиваем я не знаю компота делаем да то есть какая-то подготовка идет вот здесь идет как раз к зимой подготовка завершения вашего прошлого но через очень глубокую переоценку это не поверхностная какая-то переоценка очень глубокая то есть то что помог поможет вам и родиться заново но заново не сначала а именно другим человеком есть рождение вас другим уже человека стремиться к этому нужно вот такой вот у меня был для вас расклад двоечки если вспомните по окончании зимы кто как и что было посмотрите этот расклад и напишите комментарии мне будет приятно недавно мне елена написала тоже обратную связь как действительно только там была обратная связь по его целому году как он прошел когда я делала расклад вот но в начале когда слушаешь говорит что ну вот как-то не про меня но потом оказалось что про нас про нас так вы так карту вот на им сюда отодвину когда случается уже тогда становится понятно когда слушаешь заранее непонятно и так третья позиция зелененький камешек напоминаю для тех кто не знает либо не помню не помнит под любым моим роликом есть ссылка мои услуги переходите читаете о моих услугах и как можно со мной связаться для кого это актуально так а мы с вами начитаем у нас будет всем карт до последняя позиция 7 карт 7 вопросов которые мы с вами рассмотрим так и так общая энергия зимы общая энергия зимы королева мечей ну такая достаточно зим не до хочется сказать энергия рассудительная ээээ логическое человека который управляет своей жизнью наученный горьким опытом до скрывает как-то свои эмоции и опирается больше на логику то есть хочется сказать что зимой вы будете много думать главой вы здесь как будто бы находились в таком достаточно гармоничном состоянии то есть вы как будто бы нашли компромисс либо консенсу с самим собой да то есть вы себя поняли вы себя проанализировали проанализировали свои эмоции насколько это можно да и приняли какие-то решения о том что если есть какая-то необходимость я готова что-то менять вот я пока не вижу здесь каких-то перемен но общая энергия она будет настроена на то что если что-то нужно убрать изменить если что-то нужно отрезать отсечь я готова это делать да причем это делать холоднокровно без эмоционально без доли какой-то жалости потому что я так решила и мне это нужно то есть здесь какая-то энергия такой решительности энергия энергия с одной стороны знаете ну справедливости хочу сказать то есть я хотел сказать что она холодная да но при этом она справедливая то есть если с кем-то нужно быть мягким там я не знаю как взрослый человек разговаривать с маленьким ребенком да с любовью с пониманием может быть пойти где-то на уступки вот то с партнером более зрелым более взрослым да мы разговариваем уже на равных то есть вот здесь в зависимости от обстоятельств здесь человек такой уже достаточно зрелый я не могу сказать здесь о мудрости я сказала бы здесь про человека опытного человеку у которого есть большой багаж опыта за спиной на его сделал какие-то определенные выводы ну то есть я как правило это тот человек который может говорить о жизни что вот и причем обобщать даже так что там я не знаю с людьми которые вам хамят да нельзя быть там я не знаю как-то галантным мягким да нужно вот как-то резать по больному если прям либо три ситуация какая-то требует каких-то перемен да то вот прям лучше один раз отрежь то есть не бойся здесь какие-то вот советы и я их не могу сформулировать но человека который рассказывает о жизни исходя из опыта причем это опыт именно жизненный они прочитаны в книжках здесь вот об этом энергия такая достаточно хорошая да то есть человек который выбирает сканирует людей выбирает с кем и как общаться и общается на его языке так еще какая да давайте посмотрим общая энергия зимы ну четверка жезлов да хорошая я же говорю позитивная такая общение да здесь есть общение праздник взаимодействие почему-то мне идет торговля может быть это каким-то образом связано с вашей профессиональной сферой да но вот здесь вот какая-то торговля именно не внутри страны я вот как-то за границей что-то такое не знаю может быть это обмен опытом но вот мне здесь почему-то скорее всего каким-то товаром идет либо какими-то услугами вот что-то такое пошло но теплая энергия общения когда хорошо когда прям знаете границы все выстроены на берегу все обговорено и все четко идет по расписанию по плану так как нужно и вам от этого хорошо то знаете как будто человек понял что он является хозяином своей жизни да и вот он это вот прям очень-очень транслирует так ваш настрой на зиму ваш настрой на зиму ага хитрим опять хитрим наша любимая наша любимая семерка мечей чего мы тут хитрим с кем мы тут хитрим почему у нас настрой на самоба перерождение так что с этим перерождением то есть вам кажется что вы прошли полностью какой-то этап я поняла то есть вот это вот энергия зимы по королеве мечей она говорит о том что я уже как будто бы прошел этап перерождение да и сейчас нахожусь в шестерке жезла в том состоянии когда меня все в принципе удовлетворяет но вот в этом то есть какие-то мои амбиции мои желания они удовлетворены и я как будто бы на коне от этого то есть я чувствую что все идет так как я планировал так как я хотел но вот в этом присутствует какой-то самообман с чем он связан так аркан силы что-то я не совсем понимаю вроде бы аркана позитивная в чем здесь хитрость мне такое ощущение что как будто бы здесь нету этого подвоха я не вижу этого я я не чувствую по энергии энергии очень такие позитивные что вы стали более решительным человеком вы смогли победить свои какие-то страхи стали более уверенным открытым им знаете сильным волевым человеком так в чем обман в чем хитрость может быть вы это не показываете людям вот сам обман может быть в том что вы как будто бы показываете людям что пришли к этому достаточно легко что вам все легко дается но на самом деле это не так то есть вы прикладывали огромные силы для чего вы показываете людям что как тут не на раз два три все сложилось знаете здесь ощущение в двойка кубка выпало у нас на повторе здесь такое ощущение что вот вам важно казаться какой-то такой вот кошечка мягкой белой пушистый да что вот я такой как человек очень добрый очень отзывчивый такой ну не знаю покладистый но это не ваша природа ваша природа человека воина да и я не знаю почему вот вы скрываете вот эту вот свою природу как-то но показываете людям то кем вы не являетесь не могу понять что плохого если вы покажете что вы страдали что плохого в том что если вы покажете как трудно вы пришли к тому состоянию в котором вы сейчас находите сколько всего вам пришлось вскрыть как-то вот принять какие-то решения отрезать что в этом плохого почему вы стараетесь показать себя а я поняла потому что вы как будто бы не хотите здесь человек который папажу кубков да не хочет показать свою как-то незрелость да вот почему то вот это вот сила ваша мощь вы ее воспринимаете какой-то незрелость да что люди зрелые они как как какие-то такие вот гармоничные что ли спокойные в состоянии дзен а если я покажу вот эту вот свою силу свою мощь да то как я даже может быть через какую-то агрессию да либо через преодоление чего-то как я пришел либо какие-то свои теневые аспекты темные но при этом в них такой задаток очень львиный мощный меня будут воспринимать как какого-то ребенка незрелого я не вижу здесь хитрости хоть и вышла семерка в мечей на вы скорее всего обманываете себя и других вот как раз я только в плане того что вы транслируете как вы себя транслируете да ну сейчас другую сторону идет расклад я не я не хочу я можно было посмотреть для чего вы это делаете вот но здесь такое ощущение что это вот какая-то ваша стратегия выбранная да я буду показывать всем что вот я вот такой спокойный уравновешенный человек а на самом деле у вас характер такой взрывной и это хорошо понимаете вот вы как будто бы отказываясь от этой от этих энергий от этих эмоций вы как будто бы себя предаете понимаете нет ничего плохого в том что у вас взрывной характер что вот вы очень эмоциональны что вы можете ударить кулаком там по столу сказать что-то нет будет так и я вот прям добьюсь того что я хочу поставлю этот цель я справлюсь почему-то для вас важно вот ваше восприятие знаете такое ощущение что вот смотрите вот картинки там я не знаю ролики какие-то там разных гуру и они все такие умиротворенные они все такие спокойные и вот почему-то мне кажется что у вас есть такой прототип да вот этот вот пример что если я хочу быть там я не знаю уравновешен то я должен быть как-то вот похожим на этого человека там сдержанным сбалансированным и так далее нет вот мне кажется здесь вы немножечко ошибаетесь да вы также можете быть духовно развитым человеком при своем собственном характере оставаться самим собой не знаю как то странно мне здесь расклад пошел показывает ну ладно на что нужно обратить особое внимание на что вам нужно обратить особое внимание аркан колесницы почему на какое-то движение видите вот аркан у вас выпадает победитель сильного человека да потому что сильного духом не столь физически хотя и физически тоже может быть да человек сильным духом который может преодолеть любые трудности сложности это краски да если мы говорим о женщинах писал некраса да баба которая может остановить коня на скаку да и в огненную избу зайти вот это вот про истинно русскую женщину вот здесь какая-то такая энергия идет на что вам нужно обратить внимание здесь по колеснице то как вы взаимодействуете с другими людьми да не будьте напористыми не будьте как-то знаете не подавляйте хочется сказать не подавляйте не причиняйте добро другим людям да не действуйте против их собственной воли то есть если вы видите что человек как-то не уверен не надо на него давить пускай он сам примет то решение которое ему нужно если человек вас не просит о помощи не надо ему помогать здесь у вас очень много энергии очень много энергии и ощущение того что вы как будто бы не знаете куда ее применить а с одной стороны это как будто бы как совет а с другой стороны на что нужно обратить внимание на то как будто бы в вашей дороге как прямом смысле так и метафорически этой зимой могут появиться люди которые будут вам полезны обратите внимание на это да это те люди которые помогут прийти вам к вашему изобилию и к вашему процветанию не знаю может быть вы встретите меценатов то есть людей там не знаю наставников либо просто людей которые будут успешны в своей профессии и они помогут вам не знаю может быть как-то сменить свое мышление либо какие-то подсказки советы вам дадут для профессиональной вашей сферы но здесь может быть и не только по профессии это в социуме то есть что-то что поможет изменить вам ваше мышление и тем самым прийти к изобилию но это каким-то образом будет либо в дороге либо обратите внимание на людей здесь какие-то знакомства идут людей которые знаете вот они схожи с вами по энергии в плане движения но они отличаются от вас в плане взаимодействия с другими людьми вот от них веет уверенность понимаете от вас веет напор это как-то знаете это как молодость у которой есть сила у которой есть ресурсы но нету еще опыта нету знания и зрелость у которой есть уже опыт есть знания но нету молодости вот здесь примерно то же самое то есть вы столкнетесь с людьми которые вот именно зрелые а вы являетесь вот этой молодостью у которой есть силы есть потенциал но не хватает еще вот не знаю какой-то сбалансированности что ли как-то вот чтобы вас собрали вы едино вы вот распыляетесь вот это вот распрызгивание вашей энергии и вот встретятся в вашей жизни такие люди которые помогут вам они как будто вы знаете как-то направят вас развернут и направят вас в нужное русло для того чтобы вот вы приложили свою силу вот эту сконцентрированную энергию в том направлении которое приведет вас к процветанию так какие позитивные моменты вас порадуют смотрим какие позитивные моменты вас порадуют солнышко ну смотрите удача в первую очередь финансы здесь может быть какие-то подарки очень дорогие очень большие если финансы то это большая сумма но в принципе здесь идет удача прям вот что-то такое неожиданное либо вас могут порадовать ваши дети у кого они есть либо вообще люди моложе вас ну вот что-то мне идет здесь с финансами и идет с тем что вот будет у вас много энергии радости что-то неожиданное здесь такое случится и это вас порадует и это вас порадует хорошо следующий вопрос что может вас огорчить королевой пендакли так о чем она нам здесь говорит королева пендакли про обязательства трудности сложности какие-то у вас здесь идут связанные с финансовой стороной вопрос ну здесь могут быть какие-то долги да может быть обязательства может быть на работе что-то в профессиональной сфере но здесь вот как будто бы это очень много заботы то есть если вы не работаете то здесь вот как будто бы вас огорчает что очень много работы может быть по дому вот если вы работаете да то здесь вот что-то с работой может быть очень много работы быть либо какой-то человек да ваш начальник возможно король мечей это связано с ним может вас огорчить либо какая-то дистанция с человеком либо если вы разведены то ваш прошлое может быть как-то прошлый бывший может вас огорчить то есть есть какие-то обязательства которые вы должны будете делать и это будет вас огорчать об этом очень много думаете да то есть мысли и как будто бы вот решить пока не могу и либо наоборот надо очень много что-то делать я от этого устаю это забирает у меня ресурсы я не хочу это делать но я вынужден то здесь что-то такого какие-то долженствования вынуждены моменты идут хорошо а чего вам избегать ага так здесь уже не видно поэтому я буду сюда чего вам нужно избегать королевы кубков ну избегайте эмоции переживаний волнений всевозможных стрессов и на этой волне не нужно принимать какие-то решения для того чтобы что-то завершить то есть есть такое чувство что если вы что-то отрежете помним да у нас общая энергия королевы мечей то это вот как уже окончательное будет решение причем как хорошо легло рядом с тузом мечей окончательное будет решение возможно вы потом пожалеете ну то есть обратно потом вернуть невозможно будет хорошо к чему нужно стремиться последний аркан так аркан влюбленный так вот сюда поставим к чему нужно стремиться определиться в чем вам нужно определиться со своей то что вас как-то огорчает то что вас расстраивает причиняет вам неудобства слезы это может быть связано либо с вашими детьми здесь нужно совершить какой-то выбор либо это может быть какое-то предложение почему вы страдаете в этом предложении почему не можете его принять ну потому что это связано как-то вот с работой либо это связано с налаженным бытом возможно но не хочу от него отказаться вот либо не получается либо здесь как-то вот нужно выбрать либо это дом да либо это как-то работа но к чему нужно стремиться к определённости вот так скажу да то есть причины здесь могут быть разной у каждого они свои но к чему нужно стремиться к тому что нужно уже сделать выбор определиться да аркан вселенной определиться и завершить завершить ситуацию, только делайте это, пожалуйста, с умом, да, сто раз отрежьте, отмерьте, прежде чем один раз отрежьте. Так, вот такой у меня был расклад для третьей позиции, какой-то вот неожиданный. Я благодарю вас за внимание, за ваши лайки, за ваши комментарии, за то, что вы остаетесь со мной. Благодарю всех за донаты, за вашу поддержку, за вашу любовь, внимание. Всего вам самого наилучшего. До следующего расклада. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok